всем привет я думаю каждый из нас хотя бы разочек сталкивался с тем что у нас есть орхидея без названия без бирочки мы хотим найти название как я к этому отношусь я считаю что название найти надо потому что если вдруг у тебя не дай бог что-то случится с этой орхидеи и ты захочешь найти себе да такую же то есть то чем ты заменишь свою потерю и утрату тебе будет легче искать если у тебя есть название но есть например гибриды которые очень похожи между собой и часто бывает очень-очень сложно определить действительно ли это тот гибрид или же бывают варианты когда вам кажется что орхидея похоже но у вас не хватает опыта и она на самом деле далеко не то я например сталкивалась с тем как такой гибрид как боже мой ever rising или ever spring blue angel перепутали с гибридом purple martin они очень разные да они оба сиреневого оттенка но боже мой это небо и земля на самом деле поэтому надо быть уверенным надо перепроверять не просто он кто-то написал о так у вас этот и вы такие о класс впишу себе нет вы идите и посмотрите фотографии посравнивайте поймите в конце концов напишите похож на это будет на самом деле честнее всего и для вас и для всех окружающих что вот он похож на бывает достаточно легко и просто определить например природника потому что у них есть каянете четкая стандартизация формат и это все но даже здесь люди очень часто настолько на глаз определяют и настолько мимо и неправильно и приписывают гибридом название природников что честно говоря просто страшно становится поэтому изучите вопрос поглубже и единственное почему я против вот поиска точного названия это когда человек ищет для продажи то есть он хочет продать и вот он пишет но очень 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 часто она не соответствует тому что вы продаете и к сожалению очень многие по это понимают но все равно пишут потому что знают что гибрид с таким названием продастся гораздо дороже чем до гибрид с другим названием и выбирает более выгодные варианты для продажи плюс вы должны понимать будьте честными если вы продаете и говорите что я купил без бирки это было безымяшка но вот я нашел название это вот такое вот чудо как бы прям сто процентов гарантии нет но очень очень похож на да и так так будет очень честно с вашей стороны на самом деле вот и еще такой момент это вот если вы не уверены в названии то не берите такие орхидеи в опыление в размножении да то есть это это не честно будет и скажем так неправильно так вот резюмируя опять таки я считаю что найти название надо чтобы понять как ухаживать за орхидеи да иногда вообще просто люди не могут определить котлея у них или дендробиум и вот сейчас не смейтесь потому что реально есть такие котлеи дендробиум у них такое строение бульб что и правда непонятно вы смотрите думаете о это катя пропал а это дендробиум вот и цветы иногда тоже бывают обманчивые они могут быть похожи на одно а на самом деле являться другим надо быть осторожным и и кроме того что вам это поможет подобрать уход вам это поможет подстраховаться таки если вы растение потеряете или например ваша подруга скажет какая красота я себе тоже такое хочу и ты можешь сказать что ну я не знаю точное название но он очень похож на вот это или на вот это и вот это и и да вы сможете купить в общем то себе то что вам нравится да то чтобы хотите хотя бы похожее вот но опять-таки оставайтесь честными сами с собой оставайтесь честными с другими коллекционерами и с покупателями и всегда честно пишите что это ну вот не стопроцентно и похоже на вот так вот или например пишите что я купила без бирки но по цветению вот посмотрите это моё цветение вот цветение которое с у сорта заявлено и это явно тот этот растение понимаете почему надо быть честными есть например мне принципиально я куплю гигантейный гибрид например секвестре сам да там вернис маскин или то есть мне не нужен просто белый цветок в нижную розовую крапинку мне нужен этот именно этот гибрид потому что это определенная форма листьев это определенная манера но просто вот такая вот не спадающая с такими шикарными листьями это определенные тонкости форме цветка и вот приходит время с опытом со временем кому-то раньше кому-то позже когда вам становится важно вот все тонкости форма лепестка форма губы вам хочется иметь именно это растение и когда вот вы ищете тут вам пишут ой вот у меня есть я тебе продам ты смотришь блин ну вообще не похоже а тебе в ответ продавец пишет не ну так цветок округлый лепесточки широкенькие цветочек беленький в розовый крапушек чем тебе не бернис маскин а ты смотришь говоришь ну так листья не такие цветонос не той формы там боже мой крапушки и не 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 того количества не знаю много очень много ты смотришь ну цветок вообще другое то все равно что пойти и купить себе там принц лепард потому что у него тоже там розовые крапушки или и все это больше не хочешь гигантейный гибрид секвестры сам нет вот так поступать плохо и особенно плохо когда вы плохо разбираетесь и не всегда люди которые говорят что да я профессионал я уже боже мой 20 лет выращиваю фаленопсисы на самом деле разбираются в этом вопросе к сожалению в любой это в любой профессии в любом хобби знаете как говорят не всегда опыт приходит с возрастом иногда возраст приходит один люди все разные кто-то любит заморачиваться побольше читать кто-то не любит кто-то вот ходит поливает она растет и на этом все на этом хватит кто-то хочет достигать большего кто-то достигает какой-то планки и считает что этого хватит он останавливается на достигнутом и это выбор каждого это нормально мы люди и у каждого есть своя степень заинтересованности своя любовь заморачиваться может человек не заморачивается в орхидеях но там не знаю безумно заморачивается в сыроварение и вообще бог сыроварения не знаю орхидеи это его второе такое хобби хоть он занимается ним уже 10-15 лет но такое все еще на уровне новичка на этом все всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений заглядывайте в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь с друзьями и не только и всем пока пока